Вы слушаете канал жаж.клаб. Кулинарная книга Джадж.клаб. Плов. Тысячелетняя история вкуса. Плов – это кулинарное блюдо, которое пользуется огромной популярностью во многих странах мира. Несмотря на то, что его история насчитывает уже более тысячи лет, плов все еще остается незаменимым и любимым национальным блюдом во многих культурах. В этой статье мы рассмотрим происхождение плова – те страны, в которых он считается национальным блюдом, а также обсудим его пользу и вред, гармоничное сочетание продуктов и различные виды плова. Происхождение плова уходит в далекую историю. Это блюдо впервые появилось в античности и просуществовало до наших дней, благодаря своему превосходному вкусу и незамысловатым приготовлениям. Хотя точное место происхождения плова до сих пор остается неизвестным, считается, что его корни можно найти в Древней Месопотамии, которая находится на территории современного Ирака. Со временем плов распространился по всей Азии и Африке, став любимым блюдом многих народов. Он особенно популярен в странах Ближнего Востока и Центральной Азии, таких как Иран, Узбекистан, Таджикистан и другие. В этих странах плов не только соединяет людей во время семейных праздников, но и является символом гостеприимства и радости, а также служит важной частью культурного наследия. Плов – это не только восхитительное блюдо, но и источник питательных веществ, необходимых для нашего организма. Основные ингредиенты плова – это рис, мясо, овощи и специи. Рис является основной составляющей плова и содержит большое количество полезных веществ, включая клетчатку, белок и витамины группы B-мяса, которая добавляется в плов, является источником белка и ценных аминокислот. Овощи, в свою очередь, обогащают плов витаминами и минералами, делая его более полезным и сбалансированным. Однако, как и у любого другого блюда, плов имеет свои недостатки. Главным недостатком плова является высокое содержание калорий и жиров. Если употреблять его в больших количествах, это может привести к набору лишних килограммов и проблемам с диабетом. Кроме того, плов может быть тяжелым для желудка из-за своей высокой жирности, что может вызвать неудобства и даже желудочные инфекции. Несмотря на это, сбалансированное и умеренное употребление плова может принести большую пользу организму. Большое количество клетчатки из риса помогает улучшить пищеварение и предотвращает запоры. Белок, содержащийся в мясе, помогает восстановить и укрепить мышь. Продолжение читайте на сайте jash.club Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...